Для начала я предлагаю вам достать ваши учебники по русскому языку и откроем странички 123. На этой страничке есть стихотворение величайшей азербайджанской поэтессы Мирвари Дельбази. Называется «Чти старших». Давайте вместе прочитаем. «Маму чти, люби, жалей, нет души тебе родней, папу чти от всей души, удружи и услужи, бабушку ты почитай, ласки-ласки отвечай, слушай дедушке наказ, пригодится в трудный час, оступился кто, взгляни, ему руку протяни, чтобы жизнь не зря прошла, твори добрые дела». Ребята, мы с вами прочитали данное стихотворение. Давайте разберем, о ком говорится в данном стихотворении. Правильно, в данном стихотворении говорится о членах вашей семьи, о маме, папе, дедушке, бабушке. Ребята, что говорит автор? Он говорит, что мама – это самый родной человек. Верно. Что говорит о папе? Удружи, услужи. Давайте разберем, что означает у дружи, услужи. Это означает, что с папой надо дружить, надо слушать советы папы. Ребята говорят, ласки бабушки, отвечай лаской. Все верно. Если бабушка к вам ласково обращается, и вы должны ласково к ней обращаться. Что про дедушку нам говорят? Слушай дедушкин наказ. Что означает слово «наказ»? Это означает, что надо следовать рекомендациям дедушки, слушаться его советы. Также автор нам советует выручать друг друга в беде. Ваши сверстники, товарищи, одноклассники могут попасть в неловкие ситуации. В данном случае вы должны им обязательно помогать. Ребята, вернемся к началу стихотворения. Оно называется «Чти старших». Я думаю, вам всем из содержания стихотворения понятно. «Чти старших» означает «уважай старших». Теперь я хочу, чтобы вы все записали в своих словариках данное слово и запомнили его значение. А сейчас, ребята, посмотрим на наш экран. На экране у нас загадки. Давайте попробуем вместе их разгадать. Отворилась тихо дверь, и вошел усатый зверь. Все у печки жмуре сладко и умылся мягкой лапкой. Кто это, ребята? Правильно, кошка. Смотрим дальше. Серый, толстый, южный зверь. Лишний хвостик, ты не верь. Он ушами мух гоняет, носом в воду набирает. Кто же это, ребята? Правильно, слон. Следующая, ребята, загадка. Вместо пальцев – ножницы. Панцирь вместо кожицы. В мутной речке прячется и все время пятится. Кто же это, ребята? Думаю, вы правильно отгадываете. Это рак. В Африке живет, траву жует. Носит матроску в черно-белую полоску. Кто это, ребята? Правильно, ребята, это зебра. А сейчас, ребята, хочу, чтобы вы понаблюдали над словами-отгадками. И хочу, чтобы вы обратили внимание, на какие звуки начинаются данные нашей отгадки. Смотрим. Кошка начинается на звук «к». Это глухой согласный. Слон начинается на звук «с». Это тоже глухой согласный звук. Рак начинается на звук «р». Это звонкий согласный звук. Зебра начинается на звук «з». Это тоже звонкий согласный звук. Давайте вспомним, ребята, что у нас все согласные звуки делятся на глухие и звонкие. Ребята, те согласные звуки, которые произносятся шумом и голосом, называются звонкие согласные звуки. Те согласные звуки, которые произносятся только шумом, называются глухие согласные звуки. Некоторые согласные звуки могут образовывать пары по звонкости и глухости. Ребята, посмотрите, пожалуйста, на экран. У вас два столбика согласных букв. Каждый столбик этих согласных букв обозначается звуками согласными. В левом столбике у нас буквы, которые обозначаются звонкими согласными звуками, а в правом столбике буквы, которые обозначаются глухими согласными звуками. Я вам предлагаю данные буквы объединить парами по глухости и звонкости. Давайте сделаем это вместе. Б-звонкий, согласный, глухая пара, П- правильно, соединяем. Дальше. В-звонкий, согласный, глухая пара, Ф- соединяем. Г-звонкий, согласный, соединяем с глухой парой, К- Ж-звонкий, согласный звук, соединяем с глухой парой, Ш-з-звонкий, согласный звук, соединяем с глухой парой, С- и, наконец, Д-звонкий, согласный звук, соединяем с глухой парой, Т-. Все верно, ребята, молодцы, вы сделали все правильно. Ребята, хочу вам сказать следующее. Если заменить в словах парный, звонкий, согласный на парный, глухой, получится новое слово. Давайте исследуем это на примерах. У нас даны слова жар. Звонкий согласный звук ж заменим на глухой согласный ш. У нас получится новое слово шар. В слове коза. Звонкий согласный з заменим на глухой согласный с. Получится новое слово коса. В слове голос возьмем звонкий согласный г и заменим на глухой согласный к. Получится слово колос. Наконец, возьмем слово «день». Заменим звонкий согласный «д» на глухой согласный «т», и получится новое слово «тень». Ребята, я хочу, чтобы вы записали данные пары слов в своей тетради и привели также свои примеры. И обязательно подчеркните буквы, обозначающие парные согласные звуки. Пожалуйста. Думаю, вы все переписали, а мы поедем дальше. Для того, чтобы четко и понятно произносить звонкие согласные звуки, существует большое количество скороговорок. Что же такое скороговорка? Вспомним, ребята. Скороговорка означает быструю речь. Люди придумали предложения, в которых употребляют наиболее труднопроизносимые звуки. Такие предложения называются скороговорками. Рассмотрим некоторые из них. Прочитайте каждую скороговорку и назовите, какой из согласных звуков в ней отрабатывается. Белые бараны били в барабаны. Ребята, какой звук отрабатывается в данной скороговорке? Правильно. Думаю, вы правильно назвали. Это звук Б. Вкусная халва мастеру хвала. Все верно, ребята. Здесь отрабатывается звук В. Дельша дарит дурдане дыне. Какой звук отрабатываем? Правильно, ребята. Звонки согласны Д. Заура зайку зовут Зазнайка. А в данной скороговорке какой звук отрабатываем? Правильно, ребята. Звук З. Молодцы, ребята. Думаю, вы все хорошо справились с данным заданием. А теперь, ребята, я хочу, чтобы вы записали данные предложения в вашу тетрадь и подчеркнули парные звонки и глухие согласные. На этом наш урок подошел к концу. И я хочу, ребята, чтобы вы выполнили упражнение номер 80 и 81 на странице 123 вашего учебника, а также выразительно прочитайте стихотворение «Мир Варидель Бази, чти старших» на страничке 123. И не забывайте, что к членам вашей семьи вы должны бережно относиться, любить их, уважать и также слушать их советы. До свидания, до новых встреч. Здравствуйте, ребята. Урок по математике называется «Взаимосвязь, сложение и вычитание». Посмотрите, пожалуйста, на экран. Что мы видим? Яблоки. Какого цвета данные яблоки? Правильно, красные яблоки. А что мы еще видим? Зеленые яблоки. Давайте теперь посчитаем, сколько красных яблок. Правильно, 6. А сколько зеленых яблок? Правильно, ребята, 4. Теперь я вам предлагаю найти общее число яблок. Что мы сделаем для этого? Правильно, ребята, для этого мы посчитаем общее число яблок. Мы можем это сделать следующим образом. В число красных яблок добавив число зеленых яблок. То есть 6 плюс 4 равно 10. 10 – это общее число яблок. Ребята, число фруктов в отдельности и вместе можно смоделировать с помощью числового домика. Посмотрите, пожалуйста. Вот наш числовой домик. Выглядит он как обычный домик. Есть ячейки, окошечки и крыша. В окошечках располагаются числа. В данном случае число красных яблок 6, поэтому в первом окошечке число 6, а число зеленых яблок 4, поэтому во втором окошечке число 4. На крыше домика 10. Это означает, что всего у нас 10 яблок. Также можно выразить с помощью таблицы, ребята. Таблица также показывает общее число яблок 10 и отдельное количество красных и зеленых яблок 6 и 4. Ребята, общее число яблок, а также число красных и зеленых яблок в отдельности можно показать, выполнив сложение и вычитание. Пожалуйста. 6 плюс 4 равно 10. 10 это общее число яблок. Теперь давайте, ребята, вспомним переместительные свойства сложения. Ну-ка. Правильно, молодцы, ребята. От перестановки слагаемых сумма не меняется. Используя переместительные свойства сложения, поменяем слагаемые местами, получаем новый пример. 4 плюс 6 равно 10, где 10 тоже общее число яблок. Теперь, ребята, давайте вспомним, как найти неизвестный компонент, неизвестные слагаемые. Чтобы найти неизвестные слагаемые, надо от суммы отнять известные слагаемые. Таким образом, 10 минус 6 равно 4. 4 это число зеленых яблок. Также мы находим второй компонент. 10 минус 4 равно 6. 6 это число красных яблок. Ребята, я вам предлагаю такое задание. Используя числа 5, 8 и 13, а также знаки плюс, минус и равно, составить всевозможные равенства. Пожалуйста, составьте их. А давайте теперь проверим. Если ваши равенства выглядят так же, как и мои, значит вы их составили правильно. 8 плюс 5 равно 13. Теперь, используя переместительные свойства сложения, получаем 5 плюс 8 равно 13. Теперь находим неизвестный компонент сложения. 13 минус 8 равно 5. Также находим второй компонент. 13 минус 5 равно 8. Молодцы, ребята. Ребята, вот мы с вами рассмотрели примеры. Скажите, пожалуйста, что общего было в данных равенствах? Правильно, ребята. Наверняка вы ответили верно, что там были одинаковые числа. В равенствах мы использовали числа 5, 8 и 13. Чем отличались данные равенства? Думаю, вы опять ответили верно. Правильно, равенства отличались своими знаками. Существует ли связь между равенствами на сложении и вычитании? Конечно, ребята, вы ответите да. В чем вы будете правы? Правильно. Из суммы 13 вычитаем первые слагаемые 5, получаем вторые слагаемые 8. Из суммы 13 вычитаем вторые слагаемые 8, получаем первые слагаемые 5. Как мы видим, ребята, действия сложения и вычитания взаимосвязаны. Рассмотрим такой пример. Ребята, у нас есть две группы рыб. Левая сторона и правая сторона. В левой стороне у нас 7 рыбок, в правой стороне у нас 5 рыбок. Давайте с помощью знаков плюс и минус составим 4 равенства. Таким образом, 7 плюс 5 равно 12. 12 – это общее число рыб. Меняем слагаемые местами. Получаем 5 плюс 7 равно 12. Это тоже общее количество рыб. Теперь найдем количество каждого вида рыб отдельно. Для этого мы 12 отнимаем. 5 равно 7. И 12 минус 7 равно 5. Молодцы, ребята. Теперь откроем учебники и посмотрим на страничку 106. Там у вас дана задача. Номер 4, первый пункт. Разберем ее вместе. Во дворе гуляли 18 цыплят. Из них 7 цыплят в крапинку, а остальные белые. Сколько белых цыплят гуляло во дворе, ребятки? Для начала я вам предлагаю составить краткую запись к задаче. Составьте, пожалуйста, условия данной задачи. Если вы его составили так же, как я, значит вы его составили правильно. Ребята, к данной задаче также можно составить числовой домик и таблицу. Это будет выглядеть вот так. Вот наша таблица, где 18 – это общее число цыплят, 7 – это количество цыплят в крапинку. Вопросительный знак показывает нам число белых цыплят, которые мы еще не знаем. Вот наш числовой домик, где также 18 – это общее число цыплят, 7 – это число цыплят в крапинку, а белых цыплят мы не знаем, поэтому мы поставили знак вопроса. Теперь давайте решим. Вспомним, чтобы найти неизвестное слагаемое, мы должны от суммы отнять известное слагаемое. В данном случае у нас вопросительный знак стоит над вторым слагаемым. Значит, для этого мы должны 18 отнять 7. Итак, решение 18 минус 7 равно 11 цыплят белых. Ответ. Во дворе гуляло 11 белых цыплят. Молодцы, ребята, очень хорошо. Ребята, а теперь я хочу вам всем предложить выполнить все оставшиеся задания на страничке 105 и 106 вашего учебника. Спасибо всем за внимание, желаю удачи. До свидания. Здравствуйте, ребята. Независимо от направления движения на дороге. Почему это происходит? Почему они идут спокойно? Правильно, ребята, потому что они идут по тротуару. А тротуары созданы слева и с правой стороны дороги для безопасного передвижения пешеходов. Все верно, ребята. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Что вы видите? Правильно, светофор. Ребята, но к нему мы вернемся чуть позже. Кого еще мы видим? Правильно, мальчика. А кто такой мальчик? Это человек. Давайте разберем, ребята. Каждый человек является участником дорожного движения. Как? А вот так. Водитель. Кто такой водитель? Когда человек садится за руль автомобиля, то он становится кем, ребята? Правильно, водителем. Когда человек заходит в транспорт, то становится кем, ребята? Правильно, пассажиром. А когда человек идет по тротуару или переходит дорогу, то он кто, ребята? Правильно, он пешеход. Молодцы. Ребята, и чтобы дорога наша была безопасной, все участники дорожного движения, то есть и пешеход, и пассажир, и водитель, должны соблюдать правила дорожного движения. Светофор, ребята. Светофор регулирует дорожное движение. Сегодня на улицах вы можете видеть огромное количество разных светофоров. Они у нас бывают трехцветные, где загораются три цвета – красный, желтый и зеленый, а также двухцветные светофоры, на которых есть только красные и зеленые цвета. Ребята, светофоры еще бывают со специальным таблом. Они могут показывать, сколько еще времени будет гореть сигнал или указывать направление движения. Давайте отдельно остановимся на каждом цвете. Итак, красный цвет нам скажет «нет», сдержанно и строго. Желтый цвет вам даст совет «подождать немного». А зеленый свет горит «проходите», говорит. Ребята, немаловажную роль играют также дорожные знаки. Дорожных знаков очень много. Сегодня мы с вами рассмотрим некоторые из них. Ребята, дорожные знаки тоже делятся на определенные виды. Среди них есть запрещающие знаки. Они выглядят следующим образом. В виде круга с красными краями. Внутри данного знака имеется рисунок, который показывает, что запрещает этот знак. Например, рассмотрим первый рисунок. Этот знак показывает, что движение пешеходам запрещено. Следующий наш знак показывает, что движение на велосипедах запрещено. Есть также, ребята, предупреждающие знаки. Они у нас бывают в виде треугольничков с красными краями. Посмотрите на первый знак. Он показывает, осторожно, дети. Особое внимание должны ему уделять водители, потому что иногда дети могут выбегать в неположенных местах и перебегать дорогу. Поэтому этот знак очень важен для водителей. Следующий знак показывает, что на дороге идут ремонтно-восстановительные работы. Наконец, третий знак указывает, что там железнодорожный переезд. Следующая группа – это информационно-указательные знаки. Ребята, они обычно бывают синего цвета в виде прямоугольника либо квадратов. Первый знак показывает знак автобусной остановки. Второй знак указывает на знак перехода. Третий знак – это знак остановки для транспорта. Знаки сервиса. Ребята, первый знак наш указывает, что неподалеку есть место, где можно отдохнуть. Второй знак наш указывает, что есть пункт оказания первой медицинской помощи. Третий наш знак указывает, что неподалеку есть место, где можно поесть. Пешеходный переход. Давайте отдельно остановимся на этом знаке. Ребята, пешеходный переход обозначается пешеходной дорожкой, иначе называется зеброй. Зеброй называют, потому что пешеходная дорожка очень похожа на окрас зебры. Ребята, пешеходные переходы могут быть нескольких видов. Регулируемые, то есть это те, на которых установлен светофор. Такую дорогу надо переходить только по зеленому знаку светофора. Есть нерегулируемые, то есть на которых нет светофора. Такие переходы надо переходить следующим образом. Сначала надо внимательно посмотреть налево, убедиться, что машины остановились, дойти до середины дороги, потом посмотреть направо, если машины стоят, идти дальше. Ребята, подземный переход и надземный переход – это два самых безопасных пешеходных перехода. Итак, запомните, ребята, при выходе из дома, если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите внимание, нет ли приближающегося транспорта. Если у подъезда стоят транспортные средства или деревья растут, то вы посмотрите внимательно, оглянитесь, и только если нет опасности, продолжайте свой путь. Ребята, при движении по тротуару тоже надо придерживаться особых правил. Итак, придерживайтесь правой стороны. Взрослый должен находиться со стороны проезжей части. Если тротуар находится рядом с дорогой, родители должны держать детей за руку. Идя по тротуару, внимательно наблюдай за выездом машин со двора. Готовясь перейти дорогу, остановитесь, осмотрите проезжую часть. Не стойте на краю тротуара, обращайте внимание на транспортные средства, готовящиеся к повороту. Давайте повторим с вами основные правила, которые должен соблюдать ребенок. Не стой на краю тротуара, переходите дорогу только по пешеходной полосе. Она может быть регулируемой, тогда мы ждем зеленый цвет светофора. Если это нерегулируемая пешеходная полоса, тогда мы сначала смотрим налево, доходим до середины, смотрим направо, убедившись, что машины стоят, проходим дальше. Итак, ребята, на этом наш урок подошел к концу. Ребята, прочитайте самостоятельно данную тему на страничке 62-63 вашего учебника и постарайтесь запомнить дорожные знаки. Соблюдайте правила дорожного движения и будьте здоровы. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин